Добрый день! Это «Финансы Лайт» и я Наталья Колганова. Сегодня поговорим, почему облигации федерального займа считаются самым надежным способом сбережения и получения пассивного дохода. Что будет, если вдруг США введут санкции против российского госдолга? Действительно, совершенно справедливо, облигации федерального займа считаются одним из самых надежных финансовых инструментов. Это вполне безопасный вариант вложения денег через российского брокера. Так как выплаты гарантированы государством. Этот вид инвестирования интересен тем, что практически при отсутствии риска доходность по ОФЗ превышает прибыль от банковских депозитов. Именно этот аргумент делает привлекательным ОФЗ для начинающего инвестора. Гарантом ОФЗ выступает государство. Платежеспособность Минфина РФ сейчас ни у кого не вызывает вопросов. Но даже если допустить, что произойдет сценарий отсутствия возможности Минфина вернуть инвесторам вложенные средства в ценные бумаги, то это будет означать дефолт государства и коллапс всей экономики страны. Но учитывая текущий размер государственного долга и уровень резервных фондов, нужно сделать вывод, что вероятность такого исхода минимальна. Да, есть опасения, что США введут санкции против российского госдолга, запретят своим гражданам и юридическим лицам покупать российские ОФЗ и владеть ими. В этом случае иностранные инвесторы начнут распродавать бумаги и предложение превысит спрос. Рыночная стоимость их упадет. Подобный сценарий уже был в 2018 году. Тогда тоже вводились санкции против некоторых российских чиновников, бизнесменов и даже юридических лиц. И действительно, иностранные инвесторы тогда продали по данным Центробанка российских ОФЗ за два дня примерно на 100 миллиардов рублей. Но ничего страшного не произошло. Российские банки и инвестиционные фонды быстро скупили долговые бумаги, от которых избавились нерезиденты. Временно произошло снижение цены на ОФЗ. В свою очередь появилась возможность купить эти ценные бумаги чуть выгоднее обычного. То есть цена бумаги была меньше, но номинал и купонные выплаты не поменялись. Более того, у России есть большой запас золота и относительно устойчивая экономика. А это значит, если в США введут санкции, ОФЗ не исчезнут, купоны по ним будут продолжать поступать на ваш счет, номинал будет погашен в срок. Мир инвестиций не так сложен, как кажется на первый взгляд. И даже у среднестатистического россиянина есть возможность быть обладателем достойного капитала. Нужно просто захотеть в этом разобраться. Курс «Инвестируй в себя», автором которого я являюсь, позволяет изменить отношение к миру инвестиций и, как следствие, значительно увеличить свои финансовые возможности. Смотрите «Финансы.Лайт» на РБК, откройте для себя мир инвестиций, это проще, чем кажется.